Москва. Парад победы. Мимо главной трибуны страны, с трудом сдерживая волнение, чеканя шаг, идут победители. Каждый из них – герой, и на парадных мундирах звенят медали, сверкают ордена. Самый почетный среди них – Орден Победа. Орден, которому суждено было стать символом победы. Награждены им были немногие избранные. Еще в октябре 1943-го, после битвы на Курской дуге, переломившей ход войны, стало ясно. Гитлеровской армии нанесен удар, от которого она уже не оправится. И Сталин принял решение – создать орден, равного которому ни по цене, ни по красоте нет в мире – высшую полководческую награду советской державы. Это было правильное своеявление, но еще задолго, за окончание войны, начать награждать таким орденом, орденом Победы. В моральном плане это было, конечно, очень сильное сделание. Верховный главнокомандующий отсмотрел полтора десятка эскизов. Сделав выбор, попросил заменить профили двух вождей в центре звезды на изображение Кремля. И утвердил единственную надпись – Победа. Ставилась задача, чтобы орден Победы был изготовлен только из отечественных материалов, что было, собственно, и сделано. Вскоре на первом экземпляре платиновой звезды засверкали лучи из самых лучших советских бриллиантов и рубинов. Правда, рубины пришлось втайне от вождя использовать искусственные. Оказалось, просто невозможно подобрать одинаковые по цвету камни такого размера. Этим орденом, кроме себя, Сталин наградил десять самых лучших своих полководцев. В первом фильме мы рассказали о маршалах – Жукове, Рокоссовском, Тимошенко, Малиновском и Толбухине. Этот фильм об остальных кавалерах ордена Победа. Их триумфальных и самых драматичных днях на войне. Как Леониду Говорову удалось прорвать блокаду Ленинграда и почему он носил в кармане секундомен. Зачем маршал Конев разбудил Сталина ночью? И куда пропал Мерецков на второй день войны? Почему генерал армии Антонов так и не получил маршальского звания? И какой выбор оказался самым сложным в жизни маршала Василевского? В нашем фильме «Потомки» дети, внуки, правнуки кавалеров ордена расскажут о каждом из них, о самых трудных и неожиданных моментах их военной судьбы, о том, какой для каждого из них стала личная цена победы. 24 июня 1945 года под звуки торжественного марша во главе колонны Ленинградского фронта маршал Говоров проходил по Красной площади. Это одна из парадных шашек маршала Говорова. Та самая шашка, с которой он шел на параде победы, она, конечно, хранится в Музее вооруженных сил. Но это точно такая шашка, ничем она не отличается от той, что хранится в музее. Это, наверное, единственная такая серьезная вещь из личных вещей маршала Говорова, которая осталась в семье. От стен осажденного Ленинграда Говоров прошел до выборка. Затем освобождал Прибалтику и принимал капитуляцию немецкой группы армии Курляндия. Вторую блокадную зиму командующий Ленинградским фронтом провел с секундомером в руках. Он заставлял своих истощенных бойцов бегом преодолевать дистанцию в 800 метров по льду, а затем штурмовать шестиметровую обледеневшую стену. И каждый день требовал делать это все быстрее. У маршала Говорова было необычное прозвище – аптека. Так его за глаза называли подчиненные. Вот именно за его педантичность, за то, что ему все рассчитано, все просчитано, все разложено по полочкам. Это была операция «Искра». Январь 1943 года. Уже вторую зиму город жил в осаде. Обычные вещи – еда, вода, свет и тепло – были для ленинградцев роскошью. Жилые кварталы ежедневно бомбили. Раненых и умирающих от голода даже детей невозможно было вывезти. Фашисты взяли город в кольцо и просто ждали, когда умрет последний его защитник. Генерал-полковник Говоров, командующий Ленинградским фронтом, не мог этого допустить. Прорыв блокады стал его главной целью. Для этого нужны были танки. Товарищ Сталин, на фронте не хватает танков. На что Сталин, товарищ Горький? Ну нет у меня для вас танка. Нет. Вот возьмите хоть вот этот. И показал у него на столике отдельно стоял танк в виде чернильца из латунной. И когда он спустился уже к машине, и ему водитель открыл дверь, он на заднем сидении увидел этот самый танк. Карьера Говорова – уникальный пример в отечественной истории, когда генерал артиллерии был назначен на должность общевойскового командующего. Это случилось в октябре 1941-го, в самые трудные дни обороны Москвы, когда враг был уже в сотни километров от нее. На улицах столицы царили панические настроения. В войсках, оборонявших ее, ощущалась нервозность. Случалось, что и командующему армии приходилось лично останавливать бегущие подразделения. Ему просто пришлось выйти из машины вместе со своим порученцем, держа, стреляя в воздух, просто остановить бегущие части 5-й армии. Говоров сумел сдержать удары фашистских бронетанковых колонн. Он использовал самые неожиданные приемы и удачно их комбинировал. Его бойцы валили деревья, поджигали стога сена, чтобы остановить противника. А дальше из засад применяли артиллерию. Ждали возможности сделать лишь один залп с близкого расстояния, в борт или в гусеницу. Самое главное было сбить темп наступления. Дальше из засад применялись также танки. Были использованы так называемые мобильные минирования, когда в грузовиках бойцы ездили и ставили мины. То есть там, где фашисты еще мины не видели за несколько часов до этого, они подрывались спустя какое-то время. Способность генерала Говорова держать мощнейший натиск стальной машины вермахта стала нарицательной. Маршал Жуков, давая указания другим командармам, говорил «упрись, как Говоров!». Это было самое сложное время, когда до столицы оставалось не более 17 километров. Если бы фашисты сумели подтянуть тяжелую артиллерию, то смогли бы наносить удары по Москве. Благодаря точным расчетам генерала Говорова, им это сделать не удалось. В апреле 1942-го Леонид Говоров принял под командование группу войск Ленинградского фронта, непосредственно оборонявшую город. Во время блокады Ленинграда, тоже вот такое интересное есть письмо, значит, он писал своей жене Леди Иване, о том, что, ну, всегда он свои письма начинал, что милая, дорогая Лидочка, всегда он писал, что жив-здоров, что с ним все благополучно, на мне ответственен за Ленинград, и я не отдам его врагу, ибо побежденным себя признает только тот, кто сам себя считает побежденным. Едва прибыв на место, генерал немедленно потребовал увеличить глубину траншей. Не секрет, что брустверы сооружали солдаты вплоть из того, что они просто погибших товарищей, замерзших они клали, все выше, выше, и таким образом они создавали оборонительное сооружение. Он заставил отрыть траншею в полный профиль. И лично он ходил, проверял, чтобы он в полный рост мог пройти от командного пункта до любой точки на передовой. Эти меры сразу привели к сокращению потерь в личном составе. Снизилось и число ранений от осколков и пуль. Это был огромный успех. Леонид Александрович Говоров относится к тем маршалам, которые не просто имеют ордер победы, которые в народе признаны самым настоящим, выдающимся военным полководцем. По личному указанию Сталина, в Ленинграде Говоров был принят в партию без прохождения обязательного кандидатского испытательного срока и назначен командовать уже всем ленинградским фронтом. В тот момент немцы со свойственной импедантичностью расчертили Ленинград на квадраты и методично с перерывами на обед и кофе обстреливали город. Говоров нашел способ его защитить. И он вывел артиллерию за пределы города, и она смогла доставать уже до тылов немецкие войска. То есть уже он мог наносить удары и по аэродромам, и по штабам противника. Это сразу, конечно, снизило интенсивность обстрелов города. Уже после войны в 1946-м благодарные ленинградцы, едва завидев на улице машину маршала Говорова, стихийно перекрывали движение, стремясь выразить переполнявшие их чувства. О популярности командующего докладывали Сталину, но попытки вызвать у него ревность к чужой славе не имели успеха. После войны Говоров был назначен заместителем военного министра. Ему доверили создавать новый вид вооруженных сил – ПВО страны. Но все это после войны. А в 1943-м Говорову еще только предстояло стать ленинградским героем. И для этого нужно было прорвать блокаду. А что такое прорвать блокаду? Это надо было прежде всего преодолеть естественную преграду, это, собственно говоря, реку Неву, замерзшую. Пробежать эти 800 метров, но надо понимать, что это ослабленные люди, это голод. Немецкий берег был, по сути, неприступной крепостью, которую венчали ряды колючей проволоки. За ней сидели хорошо откормленные, не испытывающие проблем с продовольствием фашисты, которые простреливали каждый метр открытого пространства. Единственный способ сохранить жизни солдат, которые должны были идти в атаку – подавить огневые точки противника хотя бы на короткое время. Но для этого требовался мощный артиллерийский кулак, а взять его было негде. Войска Ленинградского фронта после чего тоже находились в блокаде. Крайне скудное пополнение. Говор находит возможности формирования целого артиллерийского корпуса, который сыграл важнейшую роль при прорыве блокады Ленинграда. Артиллерийская атака давала шанс. Драгоценные минуты, когда фашисты, прячущиеся от снарядов, не могли стрелять по наступающим советским бойцам. Но нужно было успеть добежать. И вот наступил день, когда атака стала возможна. Он выдвинул на берег Невы оркестр, военный оркестр. Он запретил кричать солдатам «Ура!», вместо этого оркестр играл «Интернационал», тем самым поднимал людей в атаку. Эту атаку они впоследствии назвали штурмом Невского Измаила. В зимнюю стужу защитники блокадного Ленинграда сумели форсировать Неву и захватить на ее берегу плацдарм шириной 6 и глубиной 3 километра. С этого плацдарма для Леонида Говорова и начался путь к победе. Говорит Москва! Последний час! Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв макады Ленинграда! После окончания Великой Отечественной войны маршал прожил всего 10 лет. За несколько минут до смерти он продиктовал письмо тем, с кем были связаны все его помыслы – Центральному комитету Коммунистической партии и сыновьям. По-видимому, наступают последние минуты моей жизни. Позвольте поблагодарить нашу партию и правительство за все, что было сделано. И спасибо. Я сделал, что успел, что смог. А дальше он обращается к своим детям. Я честно прожил и в своей работе был честен. И вы, мои дети, клянитесь мне, что так же будете честно работать. Парад Победы 24 июня 1945 года остался запечатлен на множестве снимков и пленки кинохроники, в том числе и цветной. И большая несправедливость заключается в том, что на этих кадрах нет человека, чьими стараниями и было организовано это беспрецедентное торжество. Начальника генерального штаба, кавалера Ордена Победа, генерала Алексея Антонова. Антонов награжден Орденом Победы за то, что является одним из тех людей, которые планировали все основные стратегические операции Великой Отечественной войны. Алексей Антонов – единственный генерал армии, который награжден Орденом Победа. Это уникальный пример награждения высшим полководческим орденом человека, не имевшего ни звания Героя Советского Союза, ни звания маршала. Генералу Антонову выпала в этой войне роль, которую можно обозначить двумя словами – мозг Сталина. Фактически именно с момента появления Антонова в генеральном штабе планирование стратегических операций Красной Армии вышло на принципиально новый уровень. Антонов все-таки шел снизу, да? И, казалось бы, не очень он к этим кабинетам, в том числе к Кремлевским, привык. Но, видимо, был не просто высоко подготовленным военным, но и хорошим психологом. Хорошим психологом. Ну, достаточно сказать, что ему удалось нормализовать рабочий день самого Верховного Горнокомандующего. Регламентировать жизнь Сталина – это казалось невозможным. Но Антонов не видел для себя иного выхода, обнаружив, что о положении на фронтах Верховному Главнокомандующему часто сообщали не профессиональные военные, а партийные функционеры. Антонов понимал – Сталин не мог принимать эффективных решений, основываясь на докладах дилетантов. А потому звонил для уточнений командующим фронтами, которые вместо отдыха между боями ждали этих звонков. Подобный режим валил с ног даже самых выносливых маршалов. Антонов не побоялся сказать об этом Сталину. И Сталин в своем стиле работы многое поменял благодаря Антонову. Впрочем, давать подобные рекомендации главнокомандующему Алексея Накентьевич смог не сразу. Сначала он вызывал у Верховного настороженность. Так что вождь даже просил Василевского, начальника Генштаба, устроить новому штабисту проверку. Сталин вообще относился к новым людям очень осторожно, и какое-то время Антонова не допускал. Сталин сказал, ну вот вы радуете за Антонова, так возьмите его с собой, пусть он вам на фронте помогает. Генерал Антонов, едва успевший вступить в должность начальника оперативного управления Генштаба, отправился на фронт. И сразу же две блистательные победы. Подготовленные Антоновым Острогорско-Рассошанская и Воронежско-Косторнинская операции стали большим успехом Красной Армии. Фактически пробив в немецкой обороне брешь шириной 400 километров. Это заставило Сталина присмотреться к Антонову повнимательнее. Только тогда, когда он с ним лично соприкоснулся в повседневной работе, он просто проникся к Антонову, и уже директивы Ставки, они часто подписывались, Сталин, Антонов. Так в Ставке появился человек, который в самом деле оказывал влияние на Сталина. Вождю нравились эрудиция Антонова, продуманность каждой идеи до мелочей. Теперь рядом с Верховным работал человек, который умел самую сложную ситуацию на театре военных действий разложить, что называется, по полочкам. Сталину оставалось только выдвинуть предложение на основе анализа, подготовленного Антоновым, чтобы заслужить репутацию блестящего стратега. Военные понимали, что Сталин к этой войне был не готов. На первых порах все-таки ошибки были, многие совершены, и главным образом вот его нежелание, может быть, считаться с мнением военных. Многие современники Сталина вспоминали, в первые годы войны вождь не раз принимал ошибочные решения. Но примерно с 1943-го все изменилось. Генералу Антонову Сталин поручал планирование самых важных операций. Не только военных, как, например, крупнейшая в истории операция «Багратион», но и операции дипломатические. Ялтинская, Потсдамская конференции, на которых были достигнуты ключевые договоренности с союзниками по антигитлеровской коалиции, подготовил Антонов. Быть может, именно потому генералу армии Антонову выпала честь принимать парад на Красной площади в мае 1945 года. 9 мая мы отмечаем День Победы, но 1 мая был второй за время войны парад. Первый, как известно, в 1941 году, и вот 1 мая 1945 года второй парад. Принимал его Алексей Накенчев, простудился там, заболел. Но он все равно вынуждал работать. И 9 мая, когда уже подписали акт о капитуляции, он лег и проспал. Хоть немножко решил отоспаться. На утро 10 мая Сталин вызвал Антонову в кабинет и поставил задачу – провести в Москве парад Победы. Вождь не сомневался – каждая деталь этого торжества будет продумана до мелочей. И парад Победы навсегда войдет в историю. А генерал армии Антонов снова отступит в тень. Конечно, обидно. Но как любому человеку, и нам с вами обидно, внес, может быть, даже решающий вклад в какое-то дело, а урожай пожали другие. Но тут судьба в какой-то степени штабного работника. Кроме того, не будем забывать, чем дальше шла война, чем ближе было к победе, тем более яркие фигуры выходили на первый план. Одной из таких ярких фигур стал маршал Иван Конев. 24 июня 1945 года на Параде Победы он шагал во главе сводного полка 1-го Украинского фронта. Эта фотография была сделана спустя год после Парада Победы. Но здесь все те, кто командовал фронтами, армиями, кто осуществлял грандиозные операции, это все те, кто шел по брусчатке Красной площади 24 июня 1945 года. В начале войны Конев пережил тяжелейшие поражения. Был на грани расстрела, но сумел доказать свое право называться полководцем, командовать сотнями тысяч людей и добиваться победы. Именно победы прославили его на весь мир. Первый Украинский фронт, которым командовал Конев, не только брал Берлин. В январе 1945-го, за 4 месяца до Победы, войска этого фронта освободили концлагерь Освенцем, в мире больше известный как Аушвиц. Это был лагерь смерти, где из всех прибывших в живых оставляли лишь 5-10% для использования на тяжелых работах, пока не обессилют. А остальных, в первую очередь детей, жестоко убивали. Освенцему было суждено навсегда остаться болью в сердце маршала Конева. Но тогда, в январе 1945-го, командующий Первым Украинским фронтом в ворота лагеря не вошел. Позже Иван Степанович признавался, что боялся ожесточиться от увиденного. Тогда, на пути к заветной цели, приближаясь к логову у врага, к Берлину, советскому полководцу было как никогда важно сохранять самообладание. Ведь Конев прославился тем, что брал города, необыкновенно бережно, спасая мирных жителей. Ярким примером тому был многострадальный Харьков, четырежды за время войны, переходивший из рук в руки. Это был 1943 год. Отец очень тщательно готовился к штурму Харькова. Ему хотелось провести операцию так, чтобы как можно меньше было жертв среди мирного населения, чтобы сохранить город. И сделал все, планируя операцию, для того, чтобы немцев разбить на подступах Харькова и дать им коридор для того, чтобы они могли выйти, не разрушая инфраструктуру города. Сжимая кольцо вокруг занятого фашистами города, маршал Конев всегда оставлял узкое горлышко, выход. Туда и устремлялись войска противника в надежде на спасение. Позже этот прием назовут его именем – «Коневские клещи». Отпускать врага из Харькова безнаказанно Конев не собирался. Задача стояла уничтожить его, но не в городе, а в чистом поле. Чего это стоило советскому полководцу? Ведь в той битве ему противостояли знаменитый фельдмаршал Монштейн и лучшие дивизии СС. И те люди, которые были его противниками, это были очень образованные, профессионально подготовленные люди. Люди, которые имели к этому времени огромный опыт боев в Европе, и не только в Европе. И мой отец всегда подчеркивал, не нужно думать, что мы победили каких-то дураков. На самом деле мы победили самую сильную по тем временам армию мира. Монштейн, казалось, разгадал хитрость Конева и начал вывод войск из Харькова на новый рубеж, одновременно укрепляя его и оставив для прикрытия маневра свои лучшие части. Немцы заняли оборону на позициях, которые позволяли простреливать тяжелой артиллерией всю территорию города. Командующий фронтом Конев смотрел со своего наблюдательного пункта на вспышки от разрывов снарядов в ночном городе. О чем он думал? Быть может, о мирных жителях, которые пережили ужасы фашистской оккупации и сейчас укрываются в подвалах? Укрытия были спасением. Они давали надежду, что люди уцелеют. Но в укрытиях нуждались не только мирные жители, но и наступающие части Красной Армии. Солдаты, офицеры. Как же укрыть их от глаз врага? А что, если штурмовать ночью? Так родилась идея ночного штурма. Огромные массы войск были сосредоточены на сравнительно небольшой территории, прилегающей к городу. И когда передовые части врывались в город, саперные и инженерные войска сразу же принимались за разминирование. Так Харьков был сохранен. К рассвету он был полностью очищен от врага. А все население, высыпав на улицы, приветствовало победителей. Харьков был взят. Это была грандиозная победа. Я знаю, что отец просил соединить его со Сталином. Это была ночь. Но он просил его разбудить, потому что все понимали, что это было грандиозное событие. В честь взятия Харькова в Москве прозвучал салют. Огромный салют из большого количества орудий. Сегодня многим это кажется невероятным и дерзким – решиться разбудить самого Сталина. Но радость за успех операции снимала все барьеры. Да и отношения Верховного с командующими фронтами на деле носили доверительный характер. Они действительно были избранными – выдающиеся советские полководцы. И одержали победу, продемонстрировав всему миру интеллектуальное и моральное превосходство советской военной элиты. Против Советского Союза воевала не Германия, против него вся Европа воевала. То есть экономический потенциал плюс войска, те же румыны, итальянцы, газ и нефть, и живая сила, и техника. Это вся Европа воевала против Советского Союза. Об этом не нужно забывать. За освобождение Польши и форсирование Одера маршал Конев был удостоен высшей полководческой награды Советского Союза – Ордена Победа. Верховное главнокомандование Красной Армии придавало очень большое значение награждению Орденом Победы. Это говорит о том, что этот человек совершил нечто такое, как в положении об Ордене Победы, когда обстановка в корне менялась в пользу Красной Армии. Тогда, в марте 1945-го, было ясно – эта высокая награда, скорее, аванс. Впереди ждал Берлин. Взятие Берлина все расценили как большую справедливость. Это было не освобождение, как, скажем, в случае освобождения многих городов на территории, скажем, Польши, а это должен был быть штурм. Это должна была быть грандиозная битва до конца и до предела. Берлин был превращен битлеровцами в неприступную крепость с многочисленными слоями хорошо укрепленной обороны. Каждая река и канал служили естественной преградой, за которой ощетинивались артиллерией бетонные стены. Разглядывая эти укрепления в бинокль, маршал пытался представить эти берега мирными, где можно в тишине посидеть с удочкой, наблюдая, как с воды на берег наползает туман. Туман, который скрывает, он может стать спасением, прикрытием для переправы не только людей, но и техники больших танковых колонн. При планировании берлинской операции отец решил использовать дымовую завесу для того, чтобы эффективнее переправить через водные преграды войска, в том числе и танки. И нашли где-то, он дал такое задание, нашли где-то очень опытного химика, женщину, которая приехала и смогла поставить эту дымовую завесу. Она действительно сыграла свою очень положительную роль. И войска очень эффективно, энергично переправились через реку. Дымовая завеса позволила за 40 минут переправить на вражеский берег передовые части, которые в первые же часы создали 133 переправы для главных сил. Уже к исходу первого дня наступления оборона врага была прорвана на глубину 13 километров. Бережное отношение Конева к своим бойцам сохранило тысячи жизней. Бережным отношением маршала мы обязаны возможности сегодня любоваться уцелевшими Львовом и Краковом, Прагой и Харьковом. За эти неоспоримые заслуги маршал был удостоен множества наград. Но Орден Победа Иван Конев всегда считал особенным. Блеск этого Ордена остался в памяти, потому что он действительно необыкновенный. Отец, когда собирался на какие-то мероприятия или на парад, вынимал этот Орден из коробки, все алмазы сверкали под ярким светом. И он не раз повторял, и я это очень хорошо запомнила, что это ведь настоящий полководческий орден. Именно полководческий. А это звание полководец, именно то, которым он очень гордился. Вы приехали в Архангельское. Здесь в конце войны, в 47-м году, было принято решение правительством выделить участки командующим войсками фронтов, кавалеров Ордена Победы. Вот здесь выбрали 4 человека. Говорова, Мерецкого, Тимошенко и далее Конева. Кирилл Афанаш именно в этом доме и жили, свои супруги. Маршалу Кириллу Мерецкову, который шел на параде Победы во главе самого первого сводного полка Карельского фронта, суждено было стать последним советским полководцем, награжденным Орденом Победа. И получить его уже после окончания Великой Отечественной войны. За победу в Маньчжурии, во время разгрома японских войск, союзников гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Ну, там группировку разбили быстро, фактически за 10 дней, а полностью за 20 дней. Его фронт взял 300 тысяч военно-пленных японцев, 70 генералов, в главе с начальником штаба. Эта победа стала вершиной его полководческой карьеры. Тогда, в августе 45-го, войска его фронта прорвали хорошо укрепленную оборону японцев и, овладев несколькими крупными городами и портами, фактически отрезали Квантунскую армию от Японии. Но ни этой, ни других блестящих побед маршала Мерецкова могло бы просто не быть. 23 июня 1941 года заместитель наркома обороны по боевой подготовке Кирилл Мерецков пропал. Позже официальные биографы маршала писали, что в течение двух месяцев он якобы в качестве представителя Ставки помогал командованию Северо-Западного, а затем Карельского фронтов. На деле высокопоставленный военачальник оказался в Лефортовской тюрьме, где ожидал расстрела. Мерецкову предстояло заплатить своей жизнью за то, что руководство страны оказалось не готово к войне. Поскольку Мерецков до войны был начальником генерального штаба, как известно, нес ответственность за, в том числе, стратегическое планирование. Возможно, тому же Сталину, может, кто-то нашептал ему из ближайшего окружения, может быть, саму... Дескать, раз провалились наши планы, пусть отвечает тот, кто к этим планам имел непосредственное отношение. На деле Мерецков был одним из немногих, кто пытался укрепить армию перед войной. Мало кто знает, но именно Мерецкову Ленинград обязан теми бесценными днями, за которые город успел создать линию обороны. 22 июня 1941 года, за сутки до своего ареста, Кирилл Афанасьевич прибыл в город на Неве. Оценив обстановку, он немедленно приказал бросить все силы на создание дополнительного рубежа обороны. Понял, что там растерянность, нет управления, связи не знают. Значит, немцам удастся быстро дойти до нашей границы, и нужно создавать перед Ленинградом на том направлении. Военный совет принял решение о том, что нужно подготовить дополнительный рубеж по реке Луга. Именно сопротивление Красной Армии на Луке задержало наступление немцев на целых три недели. Этого хватило, чтобы укрепить город. Ворваться в него фашисты не смогли. Фактически этим решением Мерецков спас Ленинград. Вот только вместо награды его ждали пытки. К нему, в заключении, относились просто как к кайдовому зэку. Но страшнее всего были угрозы семье. От Мерецкова требовали показаний на других военачальников. И тогда, понимая, что его показания обязательно покажут Сталину, он пошел на необычайно рискованный шаг. Берия прибыл туда с докладом, Мерецков начал сознаваться. И какие-то бумаги ему там дал. Тот посмотрел, сильно рассердился и говорит, вы что там, дураки одни собрались? Он над вами смеется, чтобы ни один волос не уплал с его головы. Что именно было записано в протоколах допроса, навсегда осталось тайной. В середине 50-х материалы дела Мерецкова были уничтожены. Известно лишь, что Кириллу Афанасьевичу позволили написать письмо вождю. Прошу назначить меня, значит, на любую должность. Буду драться с врагом до последней капли крови. Ну, короче говоря, никто в такой должности живым оттуда не выходил. Ни один командующий, ни член военного совета. А он вот вышел, потому что, мол, письмо. Но гораздо вероятнее, что Сталин в тот момент просто осознавал катастрофическую нехватку высшего командного состава. А успехи генерала армии Мерецкова были неоспоримы. Во время войны с финнами на его участке потери оказались наименьшими, хотя это направление считалось самым трудным. Именно после маневра армии Мерецкова в обход Выборга финны запросили перемирие. 8 сентября 1941 года освобожденный из Лефортовской тюрьмы опальный военачальник явился к верховному главнокомандующему за новым назначением. Сталин ведь так доверительно у него наклонился к нему и спросил, как там было. Ну, трудно сказать, то ли это он сочувствовал, да, то ли ведь с товарищем Сталином сложно было. Иногда это могла быть просто издевка какая-то. Но как достойно повел себя Мерецков, он сказал, что это дело прошлое, товарищ Сталин, я вызван для получения задания боевого, прошу это задание мне изложить. Тогда Мерецкову казалось, самое страшное позади. Генерал и не предполагал, что всего через несколько месяцев снова окажется на грани расстрела. И снова не за свои поступки. С декабря 1941 года Мерецков командовал Волховским фронтом. Тогда в ходе Синявинской операции в Котле оказалась вторая ударная армия. А ее командир, генерал Власов, возглавивший впоследствии печально известную армию предателей, сдался в плен. Мерецкова немедленно сняли с командования фронтом и до сих пор неизвестно, каким чудом он избежал ареста и расстрела. Фактом остается лишь то, что в июне 1942 года его вновь вернули на должность. Особист в открытую, что называется, ходил рядом с ним, не дай бог, изменит командующий. Пока тот уже в открытую сказал, я, говорит, видел в застенках такое, что твои эти угрозы, твои подозрения меня вообще уже никак не касают. Его близкие рисковали вместе с ним. Жена занималась организацией работы госпиталей на фронте, а сын, танкист, воевал на том же Волховском фронте. Ну, это портрет Евдоки Петровны Мерецковой, моей мамы, которая прошла весь путь вместе с ним боевой. Как видите, и на войне, и в других местах надолго они не различались. И даже однажды на своем танке сын генерала отбил атаку фашистов на командный пункт фронта, где в этот момент находился отец и представитель ставки Ворошилов. Пришел я в землянку в эту самую, когда обратно возвратился, там, доклады, выполнена задача. Вот Ворошилов спросил, Кирилл, а что это твой сын? Он, верно, ему ответил, у меня все тут сыновья, вот так, назад. В январе 1943-го Мерецков отличился при прорыве блокады Ленинграда в ходе операции «Искра». Затем во главе Карельского фронта громил финнов и немцев на северном направлении. Закончил войну на территории Норвегии. И хотя 24 июня 1945 года на параде победы маршал Мерецков шел под знаменами Карельского фронта, в тот момент он уже командовал приморской группой войск, которая вскоре была преобразована в 1-й Дальневосточный фронт и нанесла главный удар по японским войскам Маньчжурии. И не случайно, когда Мерецкова направлял Сталин в Маньчжурию, он ведь как раз вот и надеялся, что тот проявит свои свойства. И действительно, войсками Мерецкова действовали с большим опытом, как раз накопленным здесь, на севере. Высшей полководческой наградой Советского Союза, Орденом Победа, маршал Мерецков был награжден 8 сентября 1945 года, ровно через 4 года после того, как вышел из застенков НКВД. В отличие от Мерецкова, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский, на параде победы в Москве шел по Красной площади уже с двумя орденами Победы на груди. Василевский был одним из самых ценимых и одним из самых доверенных людей Сталина. И все же не избежал преследований НКВД. Маршал никогда не делился этим с близкими. Лишь однажды сказал старшему сыну, если не вернусь домой, за старшего останешься ты. Домоклов Меич 1937 года висел над всеми. И независимо от заслуг, это была как бы параллельная линия. Да, досье фактически было на каждого. Главным пятном в биографии советского военачальника было происхождение – сын священнослужителя. Когда Василевский в 1933-м подал заявление в партию, от него потребовали отречься от собственного отца. И тогда будущий маршал оказался, возможно, перед самым сложным нравственным выбором своей жизни. Без партийного билета о карьере в Красной армии нечего было и думать. И Василевский прервал с родителями все связи. Восстановить их он смог лишь в 1940 году по личному распоряжению Сталина. Но этот разрыв остался шрамом на его сердце, как сакральная жертва, которую он принес ради верности своему призванию. Об Александру Михайловичу Василевскому я могу говорить только с придыханием. Это был замечательный человек. Я его всегда помню таким спокойным, таким умным. У него такие были добрые глаза. И, конечно, бесспорно, он был очень эрудированным, очень подготовленным и образованным военным человеком. Он много сделал в войну, и я им всегда восхищаюсь. И до сих пор всегда помню его очень с большим таким чувством даже благодарности за его доброту. Василевский вообще уникальный. Военачальник Василевский обладал как раз способностью и к управлению войсками непосредственно в роли командующего фронтом и генштабиста. Завоевать авторитет и продемонстрировать свои уникальные способности Василевскому удалось не сразу. Сталин относился к генштабу как к бюрократическому учреждению, называл его канцелярией, а в самом начале войны всех руководителей генштаба разослал на фронты. В этой ситуации колоссальный объем аналитической работы свалился на заместителя начальника оперативного управления генштаба Василевского. Вскоре положение еще больше ухудшилось. Враг рвался к Москве, до нее были считанные километры. Генеральный штаб пришлось эвакуировать. Рядом с Верховным осталась лишь небольшая группа штабистов из десяти человек. Позже Василевский узнал, что в случае экстренной эвакуации просто больше не поместилось бы в самолет. Поэтому это был, наверное, самый тяжелый и ответственный период. Потому что опыт борьбы с таким мощнейшим противником, он только приобретался. Он с юности буквально был одержим военным искусством. И обладая сильно развитой интуицией, мог по картам вести сражения, предсказывая ходы. Будучи одним из немногих людей в стране, владевших полной информацией о ходе боев, Александр Михайлович понимал, противник могуч, но не всесилен. И вот в начале декабря 1941-го Василевский, склонившись над картой, понял. Наступление гитлеровцев явно замедлилось. Враг выдыхался. А значит, пришло время нанести контрудар. 5 декабря Василевский отправляется на фронт Конева для того, чтобы организовать наступление под Москвой. Это фактически была первая разгромная операция фашистов, которая, безусловно, была отмечена всем народом. Сталина успех в битве за Москву заставил по-новому взглянуть на роль генерального штаба и лично Василевского. В тот момент он уже исполнял обязанности начальника из-за болезни маршала Шапошникова. Сталин понял, что мозги, интеллект высшего руководства, он важен. Нужна огромная мыслительная интеллектуальная работа. Вскоре на другом стратегическом направлении, Сталинградском, сложилась кризисная ситуация. Гитлер поставил задачу любой ценой взять город, названный именем Сталина. Василевского командировали туда. Ему была поручена координация трех фронтов. Многодневные бои, невероятно упорные, расточенные, не давали перелома и необходимого результата. Василевский и Жуков, анализируя возможности, анализируя резервы, докладывают Сталину, Верховному, что надо проводить контрнаступление с окружением огромной армии Паулюса. Сталин сомневался, посильна ли вообще такая задача. Ведь армия Паулюса насчитывала почти 300 тысяч солдат и офицеров. Но Василевский принял ответственность на себя. И окружение состоялось. Капитуляция Паулюса казалась неминуемой, как вдруг армия немецкого генерала Манштейна пошла на прорыв окружения. Этот миг решал, куда повернет история. Грандиозная операция Красной Армии оказалась под угрозой срыва. До Паулюса танком Манштейна оставалось каких-то 40 километров. А единственная сила, которую можно было противопоставить немцам – 2-я гвардейская армия. По замыслу Сталина готовилась отправиться на другой фронт. Василевский обратился в Ставку за разрешением развернуть 2-ю гвардейскую армию и пустить на перерез Манштейну. А Ставка молчит, а нельзя медлить. И тогда Александр Михайлович Василевский берет на себя всю тяжесть этого решения и на свой страх и риск по договоренности с командованием 2-й гвардейской разворачивает ее. Василевский понимал – реакция Верховного может быть непредсказуемой. Но был убежден, что принял единственно верное решение. Сталин и в самом деле был раздражен. Перед 2-й гвардейской ставились важные задачи на другом направлении. Так что, когда раздался звонок из Кремля, Василевский не услышал в трубке ни «здравствуйте», ни «до свидания». Вождь произнес лишь одну фразу – «черт с вами, берите!». В тот момент задача остановить Манштейна уже была выполнена. И окруженный в Сталинграде Паулюс остался без надежды на спасение. За эту операцию Василевский 18 февраля получает звание маршала. Месяцом раньше это звание получает Георгий Константинович Жуков. 16 января и 11 марта – Сталин. Василевский ценил воздаваемые ему почести, но все же главной наградой для себя считал возможность на деле применить свой талант полководца. Понимая это, Сталин доверил маршалу последнюю битву грандиозной войны, чтобы поставить эффектную точку в конце Второй мировой. Как некоторые историки называют ее «молниеносной войной». Но фактически так и было, потому что это 24 дня. Ну и надо сказать, что в плане неожиданности было запланировано наступление с тех направлений, которые вообще не пришли бы в голову, что там можно вести наступление. То есть это и болото, и горы, непроходимые места. То есть как бы суворовский опыт. Слаженные действия двух дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота привели к разгрому миллионной Квантунской армии и фактически принудили милитаристскую Японию к капитуляции. Это случилось через два месяца после того, как маршал Василевский во главе колонны слотного полка 3-го Белорусского фронта прошел по Красной площади во время Парада Победы. Много лет спустя в своих воспоминаниях Александр Василевский написал слова, которые без сомнения мог бы сказать каждый из блистательной десятки советских полководцев, кавалеров Ордена Победа. «В жизни я оказался на своем месте. Я горжусь, что в трудный для Родины час я был нужен моему народу и отдал ему все, что имел». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова